К другим темам. 13 городов России в течение сентября примут участие в экологическом празднике День Енисея. Более трех тысяч волонтеров выйдут на прибрежные территории для того, чтобы собрать мусор и сделать популярные места отдыха чище. Проект был инициирован компанией «Русал» в 2011 году. А главной точкой экологического праздника в Хакасии стал Саиногорск. Никита Андреев продолжит. Экологический волонтерский проект День Енисея стартовал в 2011 году. Тогда молодые металлурги провели разовую акцию. Решили привлечь внимание к проблеме загрязнения окружающей среды. Однако мероприятие получило одобрение и широкую заинтересованность у населения. Также экологическую инициативу сотрудников поддержал основатель компании «Русал» Олег Дерипаска и Хакасское отделение РГО. И уже спустя год в календаре республики появилась новая дата. Хакасское республиканское отделение РГО изначально поддержало инициативу граждан города. И уже в 2012-2013 году это получился официальный экологический праздник День Енисея. Навести порядок. Именно с таким желанием в этот день на берег Енисея вышли десятки человек. Все они в Саиногорске живут, работают или учатся. Поэтому каждый заинтересован в создании максимально комфортных условий. Поддержку и все организационные моменты взяла на себя компания «Русал». Проводился праздник изначально в Хакассии, в Краснодарском крае и в Твее. Постепенно к нам присоединились территории ответственности «Русала». И сегодня праздник проходит уже в 13 территориях. То есть мы охватываем берега рек, берега озер, берега моря, например, Братского. Проводится уборка в течение сентября на разных-разных водоемах. За 11 лет было проведено более 300 экологических мероприятий. С берегов вывезено 900 камазов мусора. А общее количество участников превысило 80 тысяч человек. Масштабы акций продолжают расти. Например, если раньше наводили порядок только по берегу реки, то последние несколько лет захватывают и дно водоема. Для этого привлекают водолазов. В прошлом году они достали из реки металлическую детскую горку. В этот раз улов скромнее. Бутылки и остатки металлолома. Пошли в металлолом, кучу металлолома. А еще что-нибудь интересное? Ничего больше. Бутылки. Постоянные участники акции говорят, что мусора с каждым годом становится меньше. Организаторы считают, что благодаря проведению таких экологических мероприятий у людей меняется отношение к природе, которая их окружает. Мы пришли сюда из-за того, что хотим, чтобы наш отдых на Анисея был более приятным. Чтобы мы приходили сюда, не видели тут груды мусора. Чтобы мы приходили, смотрели на чистый берег Енисея и культурно отдыхали. Чтобы добавить азарта, решено проводить День Енисея в форме соревнования. Команда, собравшая наибольшее количество мусора, получает призы от компании «Русал». На самом деле я давно хотела поучаствовать, но как-то не получалось. Я рада, что в этом году у меня получилось. И команда, все наши сотрудники предприятия, все заряжены, все довольны. Где-то там на горе ходят, собирают мусор. Тот, кто не смог поучаствовать в акции в этот раз, сможет присоединиться в следующем году. Ведь День Енисея теперь большой экологический праздник. Всем желающим сделать мир чище назначена встреча в сентябре 2023 года. Никита Андреев, Антон Новожилов, Вести, Хакасия. Продолжение следует...